В давние-предавние времена, когда деревья гуляли по земле, а звёзды плясали по небу, жила-то была девочка. Мать ей умерла. Отец погоревал, погоревал, да привёл в дом новую мать, а с ней и её дочь. Вскоре в могилу вслед за первой женой сошёл и отец, и осталась девочка одна, одинёшенька. Новая мать девочку не возлюбила, обращалась с ней так, что хуже некуда. Собственной дочке, ленивой, грубой, во всём потакала. И вот однажды дала она патчерице, которой и было-то всего восемнадцать двадцатку, и наказала принести ей дозу. И прибавила, досмотри в пути, не задерживайся. Взяла девочка двадцатидолларовую купюру, сунула в сумочку яблоко, так как путь предстоял мне близкий, вышла из дома и дошла до конца улицы. Дальше начиналась изнанка города. Здесь увидела пса, привязанного к фонарному столбу. Тот тяжело дышал и очень страдал от жары. Вот, бедняжка, сказала девочка и дала псу напиться. Лифт не работал, этот лифт никогда не работал. Но по пути вверх девочка увидела на лестнице уличную шлюху с опухшим лицом. Та так и уставилась на девочку желтыми глазищами. Возьми, сказала девочка и отдала шлюхе яблоко. Добравшись до этажа, где жил дилер, она трижды постучала в дверь. Дилер отпер дверь и молча воззрился на девочку. Девочка показала ему двадцатку и сказала. «Ты только посмотри, какой у тебя беспорядок!» И с этими словами устремилась в квартиру. «Ты что же, в жизни здесь не прибирался? Где у тебя тут все? Что нужно для уборки?» Дилер только плечами пожал и указал на дверь в чулан. Отворила девочка дверь, отыскала в чулане веник да тряпку, наполнила водой раковину в ванной и принялась за уборку. А когда в комнатах стало почище, сказала «А теперь дай-ка мне дозу для матери!» Дилер ушел в спальню и вернулся с пластиковым пакетиком. Девочка спрятала пакетик в карман, вышла на лестницу и отправилась в рейс. «Леди», — сказала шлюха, — «яблоко было просто объедение! Вот только ломает меня так, что сил никаких нет. Может, есть чего, а?» «Это для матери», — ответила девочка. «Ну, пожалуйста, а!» «Вот бедняжка», — подумала девочка, подумала, да и отдала шлюхе пакетик. «Я уверена, мачеха все поймет», — сказала она. Вышла девочка на улицу, прошла мимо пса, а пес и говорит ей «Девочка, да ты сверкаешь, как алмаз!» Вернулась она домой. Новая мать дожидалась передней. «Где?» — грозно спросила она. «Прости, я», — ответила девочка. Из губ ее упали, зазвенели по полу два превосходных алмаза. Мачеха хлестнула ее по щеке. «Ай!» — вскрикнула девочка. Крик боли был ал, будто рубин, и третий камушек, упавший с ее губ, оказался рубином. Рухнула мачеха на колени и сгребла камни в горсть. «Мило!» — сказала она. «Краденые?» Девочка покачала головой, боясь вымолвить хоть слово. «Может, еще есть?» Девочка снова покачала головой, крепко-накрепко списнув губы. Мачеха защемила пальцами ее нежную ручку, ущипнула, что было сил, и не отпускала, пока в глазах девочки не заблестели слезы. Но девочка не проронила ни слова. Тогда мачеха заперла девочку в чуланчик без окон, служивший ей спальней, чтобы не сумела сбежать. А алмазы и рубин отнесла на угол в ломбард оружие Элла. И Элл без лишних вопросов отвалил ей целых пять сотен долларов. После этого мачеха отправила за дозой свою родную дочку. Эта девочка была законченной эгоисткой, увидев пса, измученного жарой. И убедившись, что он на привязи и не сумеет ее догнать, она пнула бедное животное, что вывосил шлюху, шлюху на лестнице попросту отпихнула с дороги. Поднявшись к квартире дилера, постучала трижды в дверь. А когда дилер уставился на нее с порога, молча отдала ему двадцатку. «Может, есть че?» – спросила шлюха, когда дочка мачехи отпускалась вниз. Но та даже не замедлила шаг. «Жаба!» – крикнула шлюха ей вслед. «Змеюка!» – тяпкнул пес, когда она шла по тротуару мимо. Вернувшись домой, злая девчонка вынула из кармана пакетик с дозой и протянула матери. Вот! И тут у нее изо рта выскользнула маленькая яркая лякушка. Упала ей на плечо, перепрыгнула на стену. И там повисла, глядя на мачеху с дочкой, немигающим взглядом. «О, боже мой!» – воскликнула девчонка. «Какая гадость!» Еще четыре разноцветных древесных лягушки и маленькая красно-черная змейка в желтую полоску выпали из ее рта. «Красная на черном!» – сказала дочка мачехи. «Она не ядовитая!» Еще три древесных лягушки – жаба-ага, небольшая слепая змейка-альбинос и детеныш-игуаны. Мачеха, не боявшаяся ни змей, ни самого черта, пнула полосатую змейку и та ужалила ее в ногу. Мачеха закричала, забилась в судорогах, а дочка ее завизжала да так протяжно и громко, что крик ее шлепнулся на пол в обличье взрослого удава в полном расцвете сил. Девочка, та первая девочка, которую, кстати, звали Амандой, услышала крики, тут же сменившиеся мертвой тишиной. Но как же ей было узнать, что случилось? Она постучала в дверь, никто не открывал, никто не отзывался, ни слова. Снаружи слышался лишь мягкий шорох, будто какая-то огромная безногая тварь ползла по ковру. Проголодавшись так, что едва могла вымолвить слово, Аманда заговорила. «Ты цепенел века, глубоко спящий!» Начала она. Наперстник молчаливой старины. Слова душили ее, застревали в горле, но она говорила и говорила. «Краса есть правда, правда красота. Земным одно лишь это надо знать». Стих Джона Китца «Ода к греческой вазе» в переводе Комаровского. Последний стопфир с тихим звоном прокатился по дощатому чуланчику Аманды. Добро пожаловать! Продолжение следует... Продолжение следует...